Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Не получается не обращать внимания на агрессию людей, пишите вы. При том, что сам ваш вопрос касается, ну, по большому счёту, одного человека. Ваш вопрос касается, в принципе, только начальника. Так что здесь либо вы обобщаете, либо проблема действительно касается агрессии большего количества людей, но тогда дело не в начальнике, не в его поведении, а в том, как вы на это реагируете. Два месяца назад устроился на работу, о которой мечтал три года. Здесь есть очень важный момент, на который я бы хотел обратить вам ваше внимание. Что это за момент? Что с одной стороны, с одной стороны, конечно, мечтать это хорошо, а с другой стороны, когда человек мечтает, он идеализирует то, о чём мечтает. И в его мечты, как мне кажется, конверсируется слишком много какой-то... Какой-то такой энергии столь, 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 понимаете, да? То есть, эта энергия, она могла бы, условно говоря, быть потрачена на что-то другое. Вот. Но... Но... Так... Получается. Что эта энергия тратится вот на то, на что она тратится. То есть, вы мечтаете, вы идеализируете достаточно... Ну, достаточно... Достаточно... А... Достаточно сильно. Вот. Вот. И, соответственно, ну, наверное, нужно как-то вот смотреть, да? Что... Что... Что именно... Что именно мотивировало вас на то, чтобы вот в таком... В течение такого длительного времени... А... Значит... Мечтать. Мечтать. Да? Вот. То есть, ну, по большому счёту, инвестировать в... Мечты иллюзии, да? Ну, может быть. Может быть. Вот. То есть, тут вот, нужно... Смотреть на вот это, как мне кажется, как мне кажется. И уже как-то дальше, да, смотреть на все выбрать свою энергию. В том числе. Вот. Дальше, дальше. Руководитель, зная о том, как работала на предыдущем месте, пригласил к себе государственные службы. Назначил, как полагается, испытательный срок в 3 месяца, но в первых дней все пошло не так. Ужидания реально. Да, то есть вы идеализировали, вы надеялись, вы в этом все вкладывали, вы сделали ставку. Заместитель начальника, с которым нахожусь в одном кабинете, все время не оцепляет. Докапывается по любому поводу, без повода оскорбляет, пытается унизить. Ну, здесь и дальше моя мысль, ну одна из основных моих мыслей будет заключаться в том, что вам нужно для себя сделать выбор. Вы считаете, что проблема в начальнике, например, да? или вы считаете, что проблема все-таки у вас. Вот. Понимаете, да? То есть тут вот такой достаточно важный получается момент, на мой взгляд. Если проблема в вас, то решать необходимо вопрос именно с тем, чем вас задевает. поведение начальника конкретно. То есть, ну как бы, он же ничего физического, именно физического не делает. А слова это просто слова. Ну почему-то вас это вызывает. Вопрос заключается в том, как так получается, что вас это вызывает. Это очень важно в данном случае. Вот. Дальше. Выглядит это так, что он самоутверждается за счет тех, кто ставит ниже подлога. Да, возможно. Он ненавидит всех, все у него дут тупые. Но, говорит, он только за спиной, а в лицо всем любезы. И славянно издевается только надо мной еще одним сотрудником коллегой. Кто в его подчинении? Если у него плохое настроение, то он с самого утра без причины начинает на меня и коллегу срываться. Ну, вы знаете, как бы, если есть достаточно четкий регламент, и если сотрудник нарушает его, то к нему должны быть применены определенные санкции, определенные меры дисциплинарного взыскания и так далее. Поэтому вы, как человек, которому по сути начинают работать, ну, наверное, можете обратиться в этом смысле, собственно, к начальнику своему и поставить его об этом языке в известно. Но. Но. Есть одно но. Это но заключается в том, что вы не можете сделать выбор. Вы боитесь. Вот в чем здесь суть. То есть вам страшно. Почему-то. Почему-то вы боитесь. Вот об этом. Поговорим немножко позже. Вот. Значит, до этого дойдем. Ну, сейчас я бы хотел просто сказать, что в чем конкретно вы видите проблему здесь. Да? То есть одно дело, если вы видите проблему в себе, то решать нужно именно вопрос того, чем и как вас это задевает. Другой вопрос, если вы считаете, что дело все в начальнике, который ведет себя неподобающим образом, то тогда вопрос нужно решать именно в рамках норм, законов и регламентов. Вот. Но вам, повторюсь, нужно сделать выбор. Этот выбор, ну, такой, достаточно важный, достаточно серьезный. Вот. Потому что, ну, немного не мало, а от этого зависит, в общем-то, ваше будущее. Ну, по крайней мере, так я полагал. Вот. Так я думал. По крайней мере. Вот. Дальше. В итоге все два месяца я хожу на работу, как на каторгу, с рисующимися руками, поэтому на работе, вместо работы, думаю о нем, что сейчас начнется, что скажет, что еще от него прилетит. Ну, то есть, вас это задевает. А вот этот момент, что вас это задевает, это ваша проблематика, потому что вы понимаете это, ну, на мой взгляд. Ну, скажем так, близко к сердцу, явно близко к сердцу. Вопрос заключается в том, как это происходит. Ну, вот, буквально, как это происходит конкретно. То есть, как конкретно происходит, что вы таким образом реагируете на человека. Лично я могу предположить, что у вас есть некоторые проблемы со самооценкой, и вы чувствуете себя маленькой девочкой, когда сталкиваетесь с такой моделью поведения. Вот. А начальник, собственно говоря, ну, он становится такой доминирующей родительской фигурой. Вот. Если у вас не получается даже посмотреть на начальника немножко по-другому. Посмотреть на него, например, как на человека, который, допустим, просто очень сильно несчастливый. То есть, вы видите в нем только агрессор. Вот. Ну, если человек только агрессор, то вы, получается, жертва. Если вы жертва, то в этом состоянии есть некоторые параметры, которые вам необходимо увидеть и скорректировать. Треугольный карбон я рекомендую вам для исследования. Как минимум. Это как минимум. Треугольный карбон я рекомендую вам изучить. Потому что вам необходимо понять, увидеть, скажем так, свое состояние. Да. То есть, на себя. На себя. Мне необходимо увидеть свою реакцию на вашего начальника. Вот. Именно для того, чтобы несколько лучше отдавать себе отчет в том, что происходит. Вот. Так. Так. Дальше. В итоге все делаю дома после работы. Потому что там не могу сосредоточиться. Вот. Вы боитесь. Это похоже на страх. И на боль, что человек выявляет то, с чем вы сами не хотите сталкиваться. Сегодня, чтобы сегодня суббота, я уже не хочу воскресенье, потому что это приближает к понедельнику и опять нервному дню. Рассказать об этом начальнику смысла нет, потому что он будет думать, что я просто не хочу работать. С чего вы так решили? С чего вы так решили? С чего вы так решили? Ну, почему? Начальник знает, как вы работаете на предыдущем месте. С чего ему так делать? Это нелогично. Лично я думаю, что вы либо избегаете успеха, либо считаете себя недоставленным этого места. Вот. Ну, где вы работали сначала. И отсюда такая ваша реакция, связанная с тем, чтобы по сути из этого места выйти. Я понимаю, что вы со мной, скорее всего, не согласитесь. Здесь я отдаю себе в этот маршрут. Вот. Прекрасно. 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 Прекрасно отдаю себе в этот маршрут. Вот. Но, тем не менее, я уверен, что не всё здесь так просто. Я абсолютно верен. Потому что на мой взгляд. На мой взгляд. На мой взгляд. То есть, ну, самое-таки логичное, на мой взгляд, проявление решения ситуации. Вот. Это наводит меня на мысль о том, что здесь у вас, вот, есть, ну, точнее, может быть, вторичная выгода. Какая-то. Какая-то. Вот эта ситуация. Вот. Потому что. А, ну, ваша павица жертва здесь. На мой взгляд. Такая вот. Ну, очевидно. Я бы так сказал. Вот. Дальше. 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 Вы пишите. Хочу уволиться, но боюсь ещё большего прессинга. А чем он вас пугает? Вот чем пугает вас прессинг? Да, я уже всего боюсь, что связано с этой работой. Ну, не всего, а именно заместителя-начальника. Хочу написать заявление, чтобы вы были одним днём, и чтобы больше ничего не связывалось с ними. Помогите. Что делать? Ну, что делать, чтобы что? Ну, вот, для начала. Как-то давайте определим, что делать, чтобы что. А, зависимости. В зависимости от этого. В зависимости от того, чтобы что. Да? В зависимости от того, какая у нас цель. Вот. Можно будет построить какую-то вот коллекционную программу. Вот. Потому что я повторюсь, я повторюсь, одно дело. И если мы решаем проблематику непосредственно у вашего реагирования. на, как бы, человека. Вот. И совсем другое делать, если мы решаем проблематику, связанную с тем, допустим, что человек нарушает регламент. Вот. Вещи разные. Ну, я думаю, что после того, как вы поисследователь, например, треугольник Карплана, да, вот так, как вы изучите его. Вот. Я думаю, что вам станет куда более понятна ваша поведенческая модель. И вам, возможно, будет легче принять решение и увидеть вот, чего бы хотелось, чтобы вы могли здесь сделать. Вот. Ну, что касается ответа на ваш вопрос, то психологи, конечно, не дают таких ответов, да. Вот. Вот. Ну, такого типа, да. Вот. Что делать. Думаю, что вы это можете решить сами, но после того, как вы сможете собирать себе разобраться. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать особую работу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok